Десногорск Рассказывают о рождении Десногорска Его истории и строительстве В эту выставку посвященную Именно Десногорску мне давно хотелось Показать То что здесь представлено Не более десятой части Даже меньше десятой части Остальное может быть Как-нибудь в другие времена Вот действительно Тогда Когда город строился На время не смотрели Не смотрели на те трудности Жили в общежитиях И самое интересное Что жили нужно Но меня больше всего интересовало Вот эта фотография сделана Не так, что я ходил Специально выбирал натуру А по ходу Даже были такие снимки Которые заканчивалась пленкой Другую вставляешь, как бы прощелкиваешь Сначала на них не обращал внимания А теперь вот скопилось такое На негативах И лет 8-10 назад Я взял их все А вообще сделал Ну и вот хотелось показать Это мой правнук Зовут Женя Женя Не бойся, не стесняйся И вот чтобы они в то время Когда вырастут До того момента Когда будут понимать Что это было В принципе Ну я вот это и оставил на памяти Все это останется в музее Пришедшие в этот день Одесногорцы вместе с автором Его родными и друзьями Листали страницы памяти Вспоминали первые шаги нашего города И тех ярких личностей Благодаря труду которых Он рос и расширялся На выставке не было равнодушных посетителей Рассматривая фотографии тех лет Невольно стараешься угадать Какой это дом Или какой микрорайон А это что за здание Какой это детский сад Очень увлекает Вместе с черно-белой фотохроникой Строительства Валерия Владимировича Сотрудники музея предлагают Познакомиться и с другими историческими экспонатами Организаторам выставки удалось с максимальной достоверностью Передать дух той эпохи Трудовой энтузиазм людей Их оптимизм Бескорыстное служение своему делу И веру в светлое будущее Спасибо автору Валерию Владимировичу Пугачеву И сотрудникам музея под руководством Анатолии Николаевны Демьяновой За такой замечательный, познавательный Добрый подарок к юбилею Десногорска В ночь с 18 на 19 сентября В Починке сгорел жилой дом На пепелище были обнаружены Два обгоревших трупа с ножевыми ранениями Проведенная проверка показала Что погибшие отец и сын Жители Москвы 1958 и 1978 годов рождения Уже через несколько часов В ходе оперативно-розыскных мероприятий Полицейские установили личность того Кто мог быть причастен К совершению тяжкого преступления Им оказался местный житель 1968 года рождения Которого вскоре задержали по месту жительства Полицейские выяснили Что накануне трое мужчин Распивали спиртные напитки Между хозяином дома и гостем Возник конфликт В ходе которого гость ударил оппонента ножом в грудь После этого аналогичным образом Он расправился с сыном хозяина дома Намереваясь скрыть следы содеянного Мужчина слил с трактора бензин Облил дом и поджег его После чего отправился к себе домой Мы же сами не знаем, что такое получилось Вот жили с таким соседом сколько лет И не знали, что он такой В настоящее время подозреваемый Передан следственным органам Для принятия процессуального решения Вечером 23 сентября Проводя отработку имеющейся оперативной информации Полицейские задержали 23-летнего Смоленина И провели у него в квартире обыск В ходе которого изъято свыше 30 пакетиков С веществом, которое, согласно проведенной экспертизе Является спайсами, внесенными В перечень запрещенных В ходе проведенного исследования Установлено, что представленная растительная масса Является смесью, содержащая Наркотическое средство Производное 3-бутанаил, 1-метилиндол 1-1-метил, 1-эниндол 3-ил, бутан, 1-он Общей массой 14,01 грамма Выявить и разоблачить подозреваемого полицейским удалось благодаря грамотно спланированной и проведенной операции По предварительным данным, задержанный молодой человек неоднократно сбывал курительные смеси своим знакомым В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств, совершенных в крупном размере Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Смоленска Полиция Смоленской области призывает граждан обо всех известных фактах распространения спайсов Либо о лицах их распространяющих незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02, по телефонам доверия или по телефонам дежурных частей территориальных органов полиции 2 октября на учебном полигоне внутренних войск МВД России в Жорновке прошли очередные квалификационные испытания среди спецназовцев на право ношения крапового берета В этот раз испытать свои силы приехали 57 кандидатов, из которых 8 смолян из 25-го отряда специального назначения внутренних войск РФ «Меркурий» Программа соревнований, как и всегда, началась с марш-броска на 12 километров по пересеченной местности в полной боевой экипировке И без того нелёгкое испытание усложнялось внезапными условными засадами – бросками гранат и растяжками Марш-бросок сменился прохождением огненно-штурмовой полосы с дымовыми завесами, внезапными атаками противника и массой самых разнообразных препятствий После этого оставшихся в строю спецназовцев ждал огневой рубеж, где они смогли показать своё умение обращаться с автоматом и пистолетом Далее кандидаты демонстрировали строгим судьям выполнение акробатических упражнений и подходили к самому сложному, завершающему этапу соревнований – учебным поединкам в рукопашном бое В течение 12 минут без перерывов со смены трёх оппонентов кандидат должен нападать, защищаться, проявлять волю к победе и стойкость Спарринги, одним из участников которых является уже имеющий краповый берет военнослужащий, проводятся в полном контакте, а на медицинскую помощь претендентам отводится всего лишь минута В итоге по результатам соревнований обладателями заветного трофея стали 18 спецназовцев, в числе которых 6 смолян Готовился в течение года очень усиленно Тут личной физической подготовки недостаточно, нужно ещё быть крепким духом, потому что без веры, без надежды Физическая подготовка всё это ничто не значит Конечно, она играет роль, но самое тяжелое – это победить себя в ту минуту, когда уже вообще нет сил И на исходе, на втором, на третьем дыхании идёшь к поставленной своей цели Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!